Алло? Алло, Леонид, добрый вечер, здравствуйте. Добрый. Телли Беляев, звоню вам по очень важному вопросу. Как дела ваши? Да, нормально. Прекрасно. Надеюсь, вы помните наш... Потихонечку, помаленечку... Хотел вас узнать, вы готовы уже приступить к работе? В смысле? Мы же просто раз с вами обсудили... А, вы отказались в прошлый раз? Я не знаю, вы бросили трубку... Чего-то. 60 минут прошло. Ну, 60 минут и прервалось, что ли? Да-да-да, значит оно прервалось, получается. Потому что тоже очень странно было, я подумал, что вы сбросили, думаю, ну ладно, окей. Нет, вы бросили трубку. Мне 60 минут, получается, это был лимит по нашему разговору тогда. А что, в IP-телефоне 60 минут только даете? Иногда 30. Понятно, понятно. Ясно. Просто не знаю, мы с вами в прошлый раз говорили, вы же заграничная компания. Лимит по нашему разговору. Лимит по нашему разговору. Да-да, так вот, ну-ну-ну. Вы же получили. Так она у меня и была. В отличие от вас. Мне зачем нужно лимит? Да вам она вот именно не зачем? Ну, я же всего лишь, как это сказать, трейдер. Мне лимит по нашему разговору не требуется, это брокера требуется. А, ну да, вы же криптовалюты не любите, я забыл. А, криптовалюты, да, я не люблю, я только фондов. Только акции или облигации не приходят. Ну, удачи вам, успехов. Посмотрим, что вы будете делать через пару лет, когда это все обвалится. А что обвалится? Ну, поймете сами, когда уже не будет о чем торговать, криптовалюты уже придут такие люди, как вы, и будете уже не наверху, в цепочке пищевой, а снизу. Ну, я вообще-то на криптовалюту вообще не собираюсь, даже не через пару лет, не через... Ну, конечно, да, вот, 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 делайте грубейшую ошибку в своей жизни. Почему? Ну, потому что с вашими знаниями лучше надо их применять в том рынке, где быстрее можно зарабатывать. Так у меня в том-то и дело, что знания больше заточены под фондового рынка, а не под это, не под криптовалюты. Понимаете? Мои знания, мой опыт именно под это заточены. Понимаете? А под криптовалюты это вообще какой-то мыльный пузырь, я не знаю, там навариваются такие акулы, как Elon Musk, который там публикует всякие новости. Вот. Сначала купит по дешевке, потом скажет, что я купил на полтора миллиарда, та-та-та. И сайгаки все побежали покупать, курс растет, все радуются. Потом он выждал, когда вырастет курс, продаст свои биткоины по-тихому там. И все. И кирдейк, и потом курс у них сойдет. Вот и получается, что там только акулы зарабатывают, все остальные так... Знаете, да? Акула плывет, когда рядом снег всегда около ее пасти, там несколько рыбочек плавает, как говорится, объездки подбирает. Ну вот. Илон Маск это акула, а все остальные так, рыбки мелкие. Ну ничего. Да. На самом деле... Что вы хотите? Если бы рынок не был настолько волатилен, то по факту все бы оставалось как есть. Но я знаю тех людей, которые на криптовалютном рынке работали после того, как с фондового рынка ушли. Ушли? Много таких людей? В нашей компании много. В нашей компании много. Ну они же, наверное, знаменитые какие-то. Если бы вы знаменитого человека переубедили в этом, тогда можно было бы говорить. А так это, наверное, люди, которые... Ну как я, да? Которых вы смогли... Плать на криптовалютном рынке. Да. Которых вы смогли убедить на свою криптовалюту. Может такие, да? Да просто ради интереса. Что там? Ну 150 долларов. Для вас это не деньги. Просто давайте попробуем. Послушайте, ну деньги это не деньги. Можно? Я буду сам решать. 150 долларов мне тоже жалко потерять, скажем так. Согласитесь? Так вы их не потеряете. Они будут у вас на спотовом кошельке. Вы же сами работаете на рынке. Как вы их потеряете? Ну как. Вот например, на акции их можно же тоже потерять. А акции вниз пойдут и ты, допустим, вложил 5 тысяч. Вы думаете, что я вам дам некачественный торговый сигнал, на котором вы потеряете, а не заработаете? Ну а я вообще не знаю, какие у меня все эти сигналы. Что у меня цель слить ваш депозит? Вы же сами вроде говорили в прошлом нашем разговоре, что предсказать ничего невозможно. Совершенно верно. До сих пор это твое мнение придерживаюсь. Ну так, а при чем тогда ваши сигналы? Значит, вашим сигналам тоже нельзя доверять? Проверяйте. Проверяйте, как оно работает на самом деле. Проверять надо. Ну конечно. Давайте попробуем. Я вам говорю, что на этом рынке у вас получится. Я предлагаю вам попробовать. Что-то там, типа демо-счеты или что-то в этом роде. Чтобы ваши сигналы проверить торговые. Есть. Давайте демо-счет попробуем. Поиграем, послушаю ваши сигналы. А мне-то какой толк? Если я хочу, чтобы мы с вами зарабатывали настоящие деньги. Ну. То есть у меня же нет времени, чтобы вам рассказывать, как работать на демо-счете. Вот я поработаю на демо-счеты, скажем так, пару недель. Попробую. Действительно, если не увижу какую-то прибыль. Так скажите прямо, что вы боитесь торговать на свои деньги. Что вы боитесь на свои деньги. То есть зачем вы берете демо-счет? В пример. Я вообще не в том возрасте, чтобы чего-то бояться. Я еще молодым был. Оле. То есть я просто... По факту я вам напрямую говорю. Попробуйте. То есть вы не знали, что там можно зарабатывать. Никогда не пробовали. Так почему бы вам этого не... Угу. 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 Алло, алло. Алло. Элементарно. Просто попробовать. Что-то вы пропали последние десять. Да, говорю. Элементарно. Просто попробовать на сто пятьдесят долларов. То есть сумма все равно небольшая. Вы здесь не особо ничем не рискуете. Вы откроете одну сделку, не понравится, ну, не получите того, что вы хотели. Ну, окей. Остаток вы вводите на свой торговый, ну, на свою банковскую карту. Ну, смотрите, вы же лукавите, когда говорите, что я ничего не рискую. Согласитесь? Инвестиции – это всегда риск. Единственное, где мы не рискуем – это склады в банки. Там мы не рискуем, там рискует банк. Угу. А там, где инвестиции, всегда существует какой-то процент риска. Где-то высокий, где-то поменьше. Окей, смотрите, если у вас деньги находятся на торговом балансе, а не в сделке, вы чем-то рискуете? На торговом балансе – нет, ничем не рискую. Вот. А если с этого торгового баланса вы ввели в сделку, допустим, выбрали в сделку, всего лишь десять процентов от баланса. Ага. То рискуете вы десятью процентами от ста процентов. Девяносто процентов можно вложить в криптовалюту, которая у нас более-менее стабильная. Угу. А остальные – деньги вложить и купить токенов, которые рискованные. Потому что рискуете вы десятью процентов от вложений, а прибыль от них может превысить то, что вы вообще вложили. Угу. А если вы потеряли, то это всего лишь десять процентов от ста. Ну смотрите, вот вы мне что предлагаете? Риск менеджмент. Завести, например, на торговый счет 150 долларов, да, и торговать только на 15 долларов, так что получается? Совершенно верно. Ну а зачем тогда заводить 150 долларов? Потому что это минимальная сумма. Минимальная сумма 150. Ну а смысл тогда какой? Заводить? Для того, чтобы была у вас свободная маржа. Ну а если не будет этой свободной маржи, тогда что? Тогда 15 долларов, от 15 долларов берется 10 процентов, это 1,5 долларов. Почему нельзя на 15 долларов торговать? Ну, можно. Потому что, понятное дело, 15 долларов... Заводите! Без проблем, заводите! 15. Почему нельзя? Можно. Ааа. Хорошо. Всё, давайте. Можно вложить 15 долларов? Ну давайте тогда банковские реквизиты, что ли. Ладно уж, я вам попробую поверить. На 15 долларов. Немножечко не так. Тут дело в том, что, ээээ, счёт этот вы выполняете самостоятельно. Ну уже. Ну естественно, я самостоятельно буду выполнять. Да, только реквизиты у вас, у меня нету для вас этих реквизитов. Реквизиты будут у вас лично, в вашем личном кабинете. Подождите, как понять не будет реквизитов? А деньги? Ну смотрите, вам надо скачать приложение Binance, скачать приложение. Угу. И у вас там будет всё, что надо делать. Вы там регистрируетесь в этом приложении. Прежде чем вы что-то пополняете, у вас спрашивает само приложение. Страну, адрес и так далее. Вы там полностью проходите регистрацию, верификацию, окей. По-другому скажу. Вы проходите там верификацию, после этого самостоятельно активируйте свой счёт. В приложении. Там полная вся инструкция для всего есть. Активируйте. Просто скачайте хотя бы само приложение, Леонид. Вот реально скачайте ради интереса само приложение. Давайте ещё. Что мне нужно? Я же не буду им пользоваться. Ну зачем? Вот с компьютера давайте я вам переведу 15 долларов. Вы мне рекредиты дайте. Есть же платёжная система. В чём проблема? Какая? Какие виды платёжной системы вам знакомы? Ну, самый надёжный, PayPay, например. PayNet? PayPay. PayPay. PayPay? Работает только в сумах. Да. Да. Вы хотите, чтобы я вам дал реквизиты PayPay кошелька нашей компании? Зачем мне кошелёк? Банковские реквизиты дайте. Или у вас нет? А, вы говорите за... Я понял. Вот. Вы хотите банковские реквизиты нашей компании. Вы хотите внести деньги прямо в нашу компанию? Нет. Мне нужны банковские реквизиты моего этого торгового счёта. Я же у вас уже зарегистрировался или не зарегистрировался? А, нет. В прошлый раз мы же не прошли регистрацию. Вы же мне так и не дали никаких документов на ознакомление. Ну ладно, без документов давайте я. Документы на регистрацию? Нет. Почему? На вашу компанию. Вспомните наш разговор. Мы же разговаривали. Я у вас спрашивал, где у вас лицензия, где у вас свидетельство, где у вас ставки. Договор ещё спрашивал. Ну ладно, договор. Бог с ним. За 15 долларов я не буду у вас ещё спрашивать. Дайте мне хотя бы реквизит для перевода денежных средств. Алиэ, алиэ, алиэ 5800 что вот 14, 14, 14, 14, чего 14, 1000, 1000, что это, да, 4000 долларов, вот так, вот так люди радуются победе, когда зарабатывают деньги, ну ладно, передайте ему мои поздравления, он побежал на балкон, наверное, бухать побежал, курить пошел, а, курить пошел, понятно, да, ну так что, тут некоторые ребята ночуют, ну, в офисе, понятно, жить, наверное, негде, смотрите, окей, я вам никаких рекомендаторов давать говорю сразу, не буду, потому что я вам объясняю, вы пополняете свой личный счет на бинансе, свой личный, и мы с вами работаем не на тех условиях, что вы вносите в компанию, в наши деньги, и потом что-то делаете, у вас свои деньги отдельно от счета компании, отдельно, и вы просто пробуете делать то, что мы вам говорим, то есть мы вам говорим, проинвестируйте там определенную сумму ваших средств в Ripple, Ripple это... Кстати, короче, купить то, купить это, или продать то, то вы прям проинвестируете... Да, 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 а с прибыли, которую вы получаете, уже потом вы нам определенный процент будете платить, до 5 процентов. До 5 процентов, в зависимости от чего? От того, сколько вы будете зарабатывать, чем больше вы зарабатываете, тем меньше будет процент. Ага, понятно. А где мой этот, как вы говорите, я который счет, счет, да, пополняю, мой счет инвестиционный он называется, или такой, или торговый? Торговый. Торговый счет, да, а где он находится вообще? Приложение, приложение, которое надо скачать. Приложение? Конечно. Подождите, а к какому банку относится приложение? К тому банку, с которым вы будете работать. А с которым я буду банком работать? Что-то я не совсем понимаю. Вот если у меня приложение есть, например, да, приложение тупо отображает, как говорится, состояние моего банковского счета. Я со своего приложения, например, да, могу оплатить, конвертировать, продать, там, что-то купить, например, да. Вот, но это всего лишь приложение. Там деньги не хранятся. Деньги фактически мои хранятся в моем банке. Фактически. А приложение лишь отображает состояние моего счета. Правильно? А здесь вы говорите приложение, вы говорите в приложении деньги. Ну, не может так быть, чтобы в приложении лежали мои деньги. Фактически деньги лежат на банковском счете, а приложение лишь показывает состояние моего счета. Вот я и спрашиваю, а где мой личный счет или инвестиционный счет находится? В каком банке? Вы, подождите, вы спрашиваете, чтобы вам были деньги, например, на вашем приложении, правильно? Но вы хотите, чтобы они были привязаны к банку? Нет, я хочу, чтобы мои банки, хочу знать, куда я отправляю свои деньги. В каком банке мой инвестиционный счет открыт? Счет не может быть открыт просто в каком-то приложении, понимаете? Я вам это объяснил на примере приложений, которыми мы, например, в Узбекистане пользуемся. Криптовалюта теми отличается от фондового рынка. Это децентрализированное. Я же вам не криптовалюту отправляю. Я же вам это... Как это вам сказать? Вы мне вообще ничего не отправляете. Фиатные, фиатные деньги отправляю, настоящие. Совершенно верно. Совершенно верно. А они не могут там просто где-то в интернете на каком-то электронном кошельке хранить. Они должны лежать в каком-то банке. Или в кэшем. Вы имеете в виду о том, где будут находиться ваши деньги? Ну да. Мы договорились, что я 15 долларов пополняю свой торговый счет. Я и хочу узнать, в каком банке торговый счет хранится. Смотрите. Все счета сегрегированы. Ну. Соответственно, конфиденциальные, понимаете? Ну, понятное дело. Конфиденциальные, да. Банков все стараются. Все зависит от того, что... Смотрите, в первую очередь... С какой страной вы работаете? Гражданином. Какой именно вы страной являетесь? Это сугубо все индивидуально. Узбекистан. Узбекистан. То есть паспорт Узбекистана, гражданин Узбекистана, правильно? Да, да, граждан. Все как положено. Я могу подать запрос на финансовый отдел, чтобы они вам ответили. Но в данном случае, смотрите, по сути. Все равно давайте решим, каким образом вы все-таки будете с нами работать. Не для того, чтобы мы вам показали результат. Ну, не знаю, мы же с вами договорились. Вас интересует обучение. Мы хотим что-то проверить, то есть. Обучение? Ну, не знаю, нет обучения. Чем вы можете научить торговые сигналы высчитывать? Смотрите, мы вам можем предоставить обучение по техническому анализу. Ага. Price action. Ага. Слышали о таком вообще? Не, не слышу. Давайте, на обучение я не буду тратить время. Мне просто на это время нет. А вам надо на это потратить время. Я вам серьезно говорю, потому что по фондовому рынку вы разбираетесь. Но фондовый рынок теряет свою популярность на фоне криптовалютного рынка. И вы теряете деньги каждый день, хотя могли бы их заработать. Ну ладно, кто вам это сказал, если честно? Кто мне это сказал, это вы мне сами сказали. Я вам сказал, что фондовый рынок теряет свою популярность? Нет, вы мне сказали, вы своими словами, вы мне показали, насколько вы некомпетентны в вопросе криптовалютного рынка. Вот и все. Нет, при чем тут компетентны, некомпетентны? Вы такие слова используете, прям немножко в ухо реже. Если я сказал, что я не интересуюсь криптовалютой, это не значит, что я некомпетентен. Я просто считаю, что это просто пшик, мыльный пузырь. Я просто спрашивал, почему бабки... Вот и все. Так а какая цель была вашей регистрации? Что вы от нас хотите? От вас я ничего не хочу. Я от Узбек нефтегаза хочу. Хотел. А что вы хотите от Узбек нефтегаза? Блядь, увидел рекламу, оставил свой номер телефона, вот вы мне звоните. И я не знаю, какая связь между вами и Узбек нефтегазом. А, я понял. То есть вы следователь? Нет. Вы расследуете, какая связь между Узбек нефтегазом и Бинансом? Да мне делать нечего. При чем тут Бинанс вообще? Делать мне нечего. Расследовать. Просто интересно стало. Ну дай, думаю, оставлю номер телефона. Мне вот звоните из Москвы или откуда вы там. Из Украины, не понятно. А чего вы все время отключаете микрофон? Я не пойму. Я просто... Знаете, почему, Леонид, я начал с вами дальше продолжать разговор? Потому что на самом деле мне стало интересно, почему такой опытный трейдер не зарабатывает до сих пор денег на бирже криптовалют? Ну, потому что мне это неинтересно. Потому что это... Неинтересно зарабатывать деньги или что? Я не понимаю. Ну, послушайте, я и без вас неплохо зарабатываю. Зачем вы на фонде вы торгуете? Что вы мне эту криптовалюту так впихиваете? Зачем она мне нужна? Так старательно меня пытаетесь убедить. Смотрите, вот смотрите, сравнимо с криптовалютами. Да. Такой рост и такой доход может дать... Понимаете? Такой рост может дать вам только Тесла. И то. И то это лонг позиция в прошлом году. Хорошо. Тесла сколько за год рост показал? Смотрите, они делали сплит. Они делали сплит в том году 28 августа. Давайте начнем. После этого акции выросли на 200 долларов. Можно я конкретный вопрос задал? Вот с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Какой рост акции Тесла показали? Доход акционерам сколько? Давайте еще раз. Еще раз. Еще раз повторяю. Хорошо. Дело в том, что ноль по Тесле. Дивидендный выплат по Тесле не было. Не понял. Еще раз. Чего ноль? Говорю, что дивидендных выплат по Тесле не было, понимаете? Да, по Тесле не бывает дивидендных выплат. Я спрашиваю, сколько показали рост акций Тесла. Или вы имеете в виду цену, правильно? Цену, да. Котировки. На сколько процентов они за год выросли? С 70 до 700 долларов. С 70 до 700 долларов? Вы уверены? Я где-то читал, по-моему, 480 процентов или 418. Я не процента говорю. Я говорю вам о цене. С 70 до 700 долларов. Вы уверены? Да. Уверен. У меня открыт передо мной график. Рост тысячу процентов, что ли? Ну, зайдите, посмотрите. В третьем бьюр откройте, инвестинг откройте. Ну, я не знаю, что такое есть. Можете посмотреть на биткоин, сколько он стоил в том году? Опять вы мне про биткоин. Ну, просто элементарно. Смотрите, в том году он стоил 8 тысяч долларов летом. В начале лета. Примерно в такую же пару времени. Ну, ну, ну. Сейчас он стоит, ну, 304. Ну, да. Даже знали бы вы эту информацию летом. Да. Хотите сказать, что вы бы не проинвестировали в биткоин там долларов 300-400, чтобы преувеличить эти деньги? Нет. Плохо? Почему? Ну, я вам объясню, потому что биткоин растет, и он вырос за год. Ради бога, он упал сейчас около 64. Ой, а то вы не знаете, почему падают, да? Ну, потому что там всякие эти... Эти... Коррекция, потому что... Что вы подбираете слова? Коррекция. Одним словом это можно объяснить. Ну, хорошо, коррекция. Пусть будет коррекция, ладно. 148 процентов. Ну, я даже если бы знал, что он так вырастет, я вам серьезно говорю, я бы не вложился 300-400 долларов. Ну, если я вкладываюсь, я вкладываю минимум пятерочку. Один в поле не воин. Один в поле не воин. Что, Леонид? Что? Вы реально Леонид, как царь Спарты прям. Царь Спарты? Ну, спасибо за комплимент. Так, ну просто, ну один в поле не воин. У Леонида была армия, а кто есть у вас? У меня, у меня есть мозги. Моя армия, это мои мозговые клетки, скажем так. Ну, один мозг? Да. А немного мозговых. Почему вы их не используете во взаимодействии с другими умами, для того, чтобы сделать общий разум, коллективный разум и перейти к большему эффекту? Потому что, смотрите, одна батарейка, точнее, две батарейки по отдельности, дают меньше энергии, чем две батарейки вместе. Это закон. Ну, ну. Вселенная, в первую очередь. Ну. Вот, если бы сложить ваше мнение вашей мозги, да еще мы... Я не прислушаюсь к вашим советам, потому что вы не рискуете моими деньгами. Я рискую. Поэтому я чужих советов... Мы рискуем больше, чем вы, дорогой мой. Смотрите, репутация никаких денег не стоит. То есть, нигде нет такого актива, который можно купить, понимаете, как репутация. Репутацией можно заработать. И именно этим мы и занимаемся. Ясно вам? Спасибо, что... Мы репутацию нашу держим на уровне. Без лицензии. Вот если не секрет, какие активы вы инвестируете? Без лицензии, да? А репутация без лицензии, да? Какая лицензия на критином рынке? Я прошу прощения. Он не регулируется. А вы уже на фондовом не работаете, да? Фондовый рынок занимает 12% того, чем мы занимаемся. Ну, даже на 12% нужна же лицензия, а ее у вас нет. Правда, как вы занимаетесь? Так моя задача, говорит, что валютный рынок. Я вам сказал, чем мы еще занимаемся дополнительно. Ну, хорошо. Так, что вы там спросили последний вопрос? Я просто спросил, перебил. Я спросил у вас, куда вы вкладываете? Куда вы вкладывали? Вкладывали и вкладывали. Буду вкладывать. Ценные бумаги. Ну, портфель вас можно? Я вот банально послушать вас готов. Я, может, всегда в этот интернет на эду. Я рассказал о трех акционерных обществах, которые я вложил в этот интернет. Так, портфель у меня, по-моему, 10 акционерных обществ. Такие? Разные. У вас акционерные... Ну, разные это... Вы это все знаете? А, это вы имеете в виду, вы на Ташьянской бирже, да? Ну, естественно, да. Конечно. Я вкладываю в узбекские компании... Такая же малоликвидная. Почему малоликвидная? Я же вам объяснил. 500% рост акций Козелкун-Цемент. А, прошу прощения, 450% за год. Ну, так это мало. Почему мало? Нормально. По-моему, на уровне Тесла. По-моему, на уровне Тесла. А это в два раза меньше, чем у Тесла, к сожалению. Только Тесла дивиденды не выплачут, а Козелкун-Цемент выплачивается. Сколько выплачивают, сколько-то дивидендов, копейки? Почему копейки? Вот 22 мая было собрание, на котором я присутствовал, там, по 978 фун на числе дивидендов. Смотрите. Давайте я с вами так, объективно. Я вам покажу, как мы работаем на криптовалюте. Угу. Вы можете инвестировать хоть 100 долларов. Это мне не важно. Просто я хочу показать вам принцип работы, понимаете? Принцип работы. Я уверен, что вас это заинтересует. В чем проблема-то? Банковские реквизиты дайте. Супер. Какие банковские реквизиты? Это криптовалютный рынок. Нет, банковские реквизиты моего торгового счета. Там криптовалютные кошельки. Вы его самостоятельно заведете. Как я могу узнать ваш криптовалютный кошелек? А, нужен биткоин-кошелек. Ну, как биткоин? Вот вы сейчас именно показываете, в этом плане некомпетентно. Для того, чтобы пополнить, смотрите, купить доллары, вам нужно криптовалютный кизерный кошелек. Криптовалютный какой? Это доллары криптовалютные. А, доллары криптовалютные. Это одно. Биткоин – это вообще другое. А, что-то я не знаю. Вы меня вообще запутали. Вроде я вам доллары отправляю, а вы говорите криптовалютный. Разве криптовалютный кошелек бывает долларом? Вы можете посмотреть сейчас, что в мире криптовалют USDT. USDT. Просто напишите в интернете. Так. Это аналог доллара, только криптовалютный. Один к одному. То есть он намертво привязан к доллару? Из-за вот этих вот криптовалютных долларах мы уже покупаем криптовалюту. А мои USD-доллары куда деваются в таком случае? Вы обмениваете доллары на криптовалютные доллары, а потом за криптовалютные доллары покупаете криптовалюту. А, вот так вот, да? А где я обмениваю свои USD-доллары на USDT-доллары? Где это? Есть B2B торговля. Есть B2B торговля. Слышите меня, да? B2B? 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 Чего B2B? Бля, по-русски можно? Я по-английски не вообще не понимаю. Но B2B? 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 А, то есть мне нужно найти человека, кому я отдам 15 долларов, а он мне 15 ненастоящих долларов даст. Правильно? Я так понял? Или не так? Таких площадок миллионы, чтобы вы понимали. Bitfenix я вам говорил, Binance опять же такие. Ага. Ага. Вы можете за свою банковскую карту приобрести, если у вас есть виза или мастер-карт. А если нет, за суммовую могу приобрести? Если нет, тогда B2B торговля. Ну я не знаю, что это за торговля. Объясните мне поподробнее, пожалуйста. Вот, но как видите, я вам должен тогда сначала все рассказать. У вас реально, ну, есть над чем поработать. Угу. Угу. Вы согласитесь послушать умного человека, узнать для себя что-то новое всегда приятно. А, вы себя считаете умным, да? Я вас считаю умным, я за вас говорил. Не, послушать умного? А, вы меня имели в виду, да? А, хорошо. Ну да, но спасибо, вы обо мне подумали, мне очень приятно. Ну я просто возникился немножко, самомнение у мальчика вообще, как и без вас. А вы оказывается обо мне. Просто то, что вы мне сказали. Так, то, что вы мне сказали, это тоже для меня, я, скажу честно, я слушал вас, записывал себе в блокнотик некоторый момент. Угу. Угу. Понятно. Так, и что вы... Давайте попробуем с вами начинать со 100 долларов. Потому что 15 долларов это детские игры. Я думаю, если вы заработали 450 процентов за год, вы можете вложить 100 долларов на... Для того, чтобы хотя бы вам был интерес. Почему мы не можем попробовать на 15 долларов? Потому что это скучно. Скучно. Для меня, например, скучно на 100 долларов. Давайте с пятерочкой. Ну так вы же некомпетентны, понимаете? Я же не могу вам сказать. Ну почему некомпетентны? Вот я у вас в прошлый раз документы... Потому что я уже... Вы просто задаете вопросы, которые показывают, что вы не умеете покупать... Ну вы не знаете, как купить криптовалюту. Ну ничего страшного, вы мне пока расскажете и покажете. Да, интуитивно, конечно же. Если бы вы, знаете, не закрывались от нового, а просто доверились бы вашей интуиции, вы просто уже бы скачали приложение. И уже бы пополнили бы счет. Ну давайте договор присылайте. Какой криптовалюта? Она не регулируется, вы понимаете? Не регулируется ни кем. Если же, если Газпром... Смотрите, если, например, Московская биржа регулируется банком России, то криптовалютная биржа не регулируется. То есть, если биржа Ташкента регулируется Центральным банком Узбекистана, то криптовалютная биржа здесь, наоборот, не регулируется банками. Я понимаю, что для вас банк... В этом месяце прелесть. Я понимаю, что для вас банк это один из самых надежных финансовых институтов. Ну естественно. Я это понял еще, когда вы сказали, что банк самый надежный способ откладывать деньги. Я тогда уже задумался о том, что все-таки вам это будет интересно. Это по крайней мере, да, это стопроцентная защита от рисков. Стопроцентная защита от рисков, совершенно верно. А теперь подумайте, ну сколько вам сейчас лет? Ну много, много. Много? Ну 20 лет еще проживете. Надеюсь. Значит, значит, подумайте наперед, что все может измениться, и даже банки, которым вы доверяете, сами могут придумать свои криптовалюты, потому что уже Барселона придумала свою криптовалюту, Милана есть своя криптовалюта, и что те же банки, которые сейчас, да, вы говорите, что они надежные, они сами свою криптовалюту тоже сделают. Ну для этого им надо, наверное, сначала это, разрешение дать на это, наверное. Регуляция нужна. Да, да, у нас уже часа не вряд ли на это пойдет, потому что у нас, ну, как и во всем мире, не любят платежные эти, как его, системы, которые не поддаются регуляции. Особенно США, потому что, ну, биткоин, скажем так, замахнулся, кто-то где-то вброс сделал, что биткоин может стать резервной валютой мира. Ну, США, конечно, очень сильно это не понравилось, потому что они там... Ну и сами понимаете, что может такое быть. Нет, это невозможно все равно. Это между частниками, да, возможно, а между государственными, на государственном уровне нет, это невозможно. Вот между частниками, да, такими, как вы... Это может быть как единственный способ сохранить положение вещей, потому что на самом деле, ну, давайте сами обидеться, как карточный домик. Чем больше денег печатать, тем все, тем хуже будут последствия. Ну, я, конечно, немножко не понял, не уловил мысль, вы тут на 5 секунд прервались. А, да потому что у вас Мобиуз у вас? Нет, у нас нет, у нас ЮСЭП. Нет, у вас вот этот провайдер Мобиуз? Нет у нас такого провайдера Мобиуз. У меня нет такого провайдера. Алло, алло. Да, да, да. Говорю, что проблемы сегодня были у меня, когда я звонил клиентам, у которых... Как это называется? Сим-карта Мобиуз. Ну, хорошо, а как это влияет на телефонный разговор? А я не знаю, ну, просто так, ну, плохая, наверное, компания, плохая связь, возможно, из-за погоды. Особенно с Американской, Ташкентской области. Угу, угу. Понятно. Так что мы попробуем с вами, Леонид, что-то сделать? Ну, разумеется, давайте. С чего начнем? Смотрите, с пятерочки, с того, что вы скачаете. Смотрите, можно начать с вами, с пятерочки, вы говорили 5 долларов, имеете в виду? Я имею в виду с пяти тысяч или с 15 долларов. Да, не, лучше тогда уже даже с 15, чем с пяти тысяч, потому что... А почему? А почему? Ну, я объясню, почему, потому что на самом деле, ну, у меня вот, я же говорил, а я не говорил, у меня, что меня брат закинул деньги, все, и потом у него не было денег, я ему давал. Если вы все деньги свои сейчас закинете на Binance, ну, у вас тоже не будет денег, по факту. А я думал, а я думаю, потому что, это, за пятерочку-то я у вас и документы попрошу, как положено, да? За 15 я согласился и документы, и попробовать. Не, на самом деле, для того, чтобы вы вложили 5 тысяч долларов, ну, там, ну, вас будут, вам будет трудно вложить сразу 5 тысяч долларов. А, ну, несколькими траншами же можно, правда? Да, можно. Ну, да. Ну, давайте, присылайте документы. Смотрите, Binance, так, репталютная биржа, по которой мы с вами собираемся работать, она никем не регулируется, соответственно, не могут быть какие-либо документы. Хорошо, это же биржа не регулируется, а ваши документы. Вы же, вы же мне в прошлый раз рассказывали о том, что вы самая продвинутая компания чуть ли не в мире, что у вас там какая-то лицензия международная, там, не знаю, межпланетная какая-то, ну, давайте познакомимся с вами. Ну, я вам больше говорил за свои личные достижения. Понятно. Значит, у вас никакой, даже межпланетной нету, да, лицензии? Межпланетной лицензии? Да. Нету у нас. Жаль. А то бы поторговали. Ну, да. Так мы можем вам и так поторговать. Ну, конечно, вы можете на мои деньги поторговать. Смотрите, дело в том, что вы же сами будете производить все операции. Понятно, понятно. Так я еще раз спрашиваю, в каком банке будут храниться мои деньги? Мои инвестиции. В каком банке будут храниться? Вы мне за приложение не рассказывайте, пожалуйста. Я же знаю, что приложение, оно показывает, ну, я вам уже объяснял. Оно просто показывает состояние счета. Инвестиции. Ну, смотрите, опять же-таки. Да. Здесь оно показывает вам, что у вас есть деньги на счету, а когда вы нажимаете... На каком счету? В каком банке? Нету банка, нету банка. Как так? Вы просто пополняйте... Ну, я объясню, как так, смотрите, потому что она не регулируется банками. Соответственно, банками... Хорошо, а куда мои деньги тогда уходят? Вы мне объясните. Они уходят в капитализацию Binance. Не бывает. Что такое капитализация? Это какое-то... Капитализация Binance... Эфемерное, абстракционное такое понятие какое-то. Вы мне объясните, в каком банке они будут. Они не могут находиться в воздухе, они не могут находиться в международном формате, они не могут находиться в транзакционном поле. Понимаете? Они либо на одном счету, либо на другом счету. Ну, я же вам... Смотрите, просто вы мне говорите за банк, а я вам говорю, что деньги находятся у вас на сегрегированном счете Binance. Ну, это же не банк. Да, это не банк. Вы абсолютно правы. Ну... Все держится на крипте, чисто на крипте. Поэтому вам так тяжело понять это. Потому что вы привыкли работать только с банками. Разумеется, да, я привык. Просто я вам объясняю, что тут такая ситуация, что с банками криптовалютная биржа Binance не работает. У них сегрегированные криптовалютные счета. И вы, когда пополняете деньги, вы отправляете их не мне, а конкретно в сам Binance. Которые непонятно где находятся, да? Которые непонятно что? Которые непонятно где находятся, да? Ну, капитализация компании 100 миллиардов долларов. Что так мало-то? Я считаю, что это не мало. 100 миллиардов долларов, вы что? Да он за неделю подорожал на 34%. Вы издеваетесь или что? Что, серьезно что ли? Я вам серьезно говорю. И что, и кто от этого выиграл? Все участники рынка, в первую очередь. Все, кто торговали на Binance. А, то есть вот эти 34% разделились поровну между участниками рынка? Это значит, что было 66 миллиардов долларов, а стало 100 миллиардов долларов. Выросла популярность, выросло количество людей, которые инвестируют. А, понятно. Понятно. Лучше, извините, я тут водички попил. Это что-то прям горло пересохло. За такие-то, такие суммы-то, понимаете, я чуть-чуть вспотел. Серьезно, Левару? В хорошем смысле. Да потому что, я честно говорю, я могу добиться того, чтобы вы попробовали, лишь для того, чтобы реально сделать вам добро. Вы как хотите, ну, можете меня обзывать, там, и так далее. Но я человек, который никогда не отступает от своей цели. И я не хочу оказаться в ваших глазах, что я вам что-то неправильно рассказывал. А я знаю, что я вам все правильно рассказывал. Ну, во-первых, я вас не обзывал и даже не собирался этого делать. Просто иногда вы такие вещи рассказываете, которые, ну, честно, просто разговор. Вы меня посмешили, если честно. Серьезно. Я рад, что некоторые вещи, которые я вам сказал, да, реально, возможно, где-то... Очень посмешили, потому что столько глупостей наговорили в прошлый раз. Вот. Прямо я потом часа два, наверное, смеялся. Не, а по факту, как оно получается? Просто вы привыкли работать немножечко по другой схеме. Не, я привык работать по нормальной, по обычной схеме, как говорится. И вот то, что вы мне сейчас объясняете, я не могу этому доверять. Почему? Потому что вы мне и в прошлом нашем разговоре лапшу пытались вешать около часа. И сейчас я не могу вам доверять, потому что, ну, во-первых, прошлый наш разговор показал о том, что вы абсолютно некомпетентный человек в фондовом рынке. Так? Вот. Во-вторых, вы меня неоднократно пытались обмануть, потому что даже я потом проверял ваши слова на сайте Газпрома, который, по вашим словам, платит дивиденды там 25% от инвестиций. Нет, ни хера. Там максимальная выплата была 16 рублей в копейках. Откройте Газпром там с 90-х годов, за каждый год есть выплата. Максимальная выплата была 16 рублей, понимаете? Хорошо. Это было в 2018 году. То есть ваши слова, они не соответствуют действительности, понимаете? Естественно, у меня сейчас нет оснований доверять вашим словам, понимаете? Немножко... Конечно, понимаю. Впечатление вы такое произвели, как бы... Просто вы ищете, вы ищете там, где не надо искать, где информацию вы никогда не получите достоверную, и поэтому вы и расстраиваетесь. Почему-то достоверную информацию... Есть информация на сайте Газпрома 16 рублей. Да, отдел акционерам... Правильно. Чего отдел? Отдел акционерам. И инвесторам. Отдел акционерам, инвесторам? Что это за отдел? Ну, на сайте Газпрома, вы же туда зашли. Сайт Газпрома, отдел акционерам... Ну, вот прям сейчас зайдите в Газпром, там, дивиденды, посмотрите, там же... За каждый год написано, сколько выплачивают. И как бы... Сейчас я зайду. Ваши 25% в квартал, как вы мне говорили, что... Я говорил в месяц. Даже в месяц? А это не соответствует, действительно, понимаете? Хорошо, Леонид, до свидания. Да. Спасибо.